На минувшей неделе правительство представило проект государственного бюджета на 2007 год. Государственная смета вызвала немало нареканий. В частности, критики уделяют внимание социальной сфере, налоговой политике и непрозрачности перераспределения бюджетных средств. Даже сам президент был недоволен проектом бюджета. Он попросил Кабмин доработать его, иначе грозился воспользоваться своим правом витировать этот закон. Заслуженный юрист Украины Александр Кирш назвал проект бюджета антисоциальным и фискальным. Как правило, бюджет обладает одним из этих недостатков. То есть он либо фискальный, но тогда социальный, либо он не социальный, но тогда и не фискальный. А бюджет, который и денег много забирает с предприятий, и в то же время ничего не дает, да при этом еще и увеличивает долг, и на регионы тоже ничего не отпускает, и при этом незаконный. Это бюджет уникальный. Таких бюджетов еще не было. Можно сказать, что бюджет Азарова это еще хуже, чем бюджет Пензейника. Но, перефразируя классикой, можно сказать, если бюджеты принимаются, значит это кому-нибудь нужно. Пример. Льгота матерям теперь ограничена. Но, понимаете, ребенок же не рождается мгновенно, его нужно уже зачать. Значит, зачали его в 2006, предполагая, что льгота будет, ребенок рождается в 2007, когда родина говорит, власть поменялась, и льготы нет. Это что касается социальности, причем это не единственный пример. Это не единственный пример. Что касается роста государственного долга, про это большой мастер рассказывает Пензейник, не буду забирать у него хлеб, я ему верю, что долг таки растет. Что ничего не отпущено от региона, спросите у любого регионального руководителя. Рад он этому бюджету или не рад? Я же буду говорить о том, в чем разбираюсь, о фискальности бюджета. В этом смысле он совершенно уникальный. Вот буквально одна статья одновременно убирает последние остатки ясности в налогообложении, делает жутко фискальным обложение ремонтов, и при этом начисто умерщвляет коммерческую тайну. Чего стоит такой подпункт? Предприятие самостоятельно обязан издавать вместе с декларацией все свои обороты по НДС, а по НДСным оборотам можно же вычислить и общие обороты, умножить на 6, этого же не сможет только абсолютно круглый аналитик. Так вот обязан издавать все свои обороты в разрезе контрагентов, то есть в разрезе поставщиков и покупателей. То есть каждое предприятие должно рассекречить всю свою коммерческую информацию. Представляете, допустим, у меня тетя работает налоговой. Я спрошу у тети, с кем торгует эта фирма, у кого покупает, у кого продает. Потом эта фирма станет не нужной, я ее спокойно заменю. Я выйду сам на ее контрагентов и заменю эту фирму. Есть же предприятия, которые живут на этой информации. Это же коммерческая тайна, разве можно выуживать? Закон о бюджете это требует.